весна-лето время отдыха на природе пора пикников барбекю или проще говоря шашлыков ну как вкусно отдохнуть и при этом не нарваться на штраф сергей вы любите шашлык да я очень люблю шашлык и по максимально я вообще люблю готовить на огне откровенно говорю и и мангал и казан это все для меня родное любимое я без этого вообще жизни представляю где предпочитаете его готовить сушки но у меня поскольку все это достаточно такая стационарная история как говорится с собой мчс придумал собой через выполняет у меня согласно всем требованиям у отца на даче оборудована собственно такое казанно-мангальное место вот поэтому исключительно там ну или соответственно если я куда-то выезжаю периодически в отпуске много часто езжу по россии то и если нет в регионе особо противопожарного режима то могу позволить себе на природе понятное дело все воронежцы не уместятся у вас на даче где еще позволительно жарить шашлык ну опять же посмотрите какая история если брать исключительно скажем так вот такой да юра законодательный аспект то сейчас у нас единственное место где можно оборудовать соответствующее место для приготовления пищи на огне это собственное подворье дача деревня все равно вот опять же говорить если да юра то раньше особый противопожарный режим же возник не просто так на на ровном месте в 2010 году он возник после абсолютно диких пожаров и соответственно раньше в период особо противопожарного режима было запрещено разведение огня в принципе и соответственно нельзя было нигде условно говоря да вот мы же опять же включая голову и здравый смысл мы же прекрасно понимаем что люди все равно будут готовить вот и собственно именно поэтому разрешили при а при соблюдении определенных скажем так принципов приготовления пищи на огне разрешить это делать на подворьях и я считаю что это правильно какой размер штрафа накладывается на нарушителей на нарушителя на физическое лицо размер штрафа с прошлого года сейчас увеличен если раньше было двух до четырех тысяч рублей но соответственно сейчас от 10 до 20 юр ли лица могут в случае нарушений серьезных нарушений связано с особым противопожарным режимом могут попасть на шафт до 800 тысяч рублей жарить нельзя но кушать хочется какие еще правила нужно соблюдать чтобы не получить штраф смотрите ситуация на самом деле банально и проста есть элементарные требования к обустройству мангального места на даче соответственно это площадка 2 метра диаметром зачищены от травы забетонированы из асфальтирован или просто хотя бы твердый грунт который защищен от травы в котором закреплен мангал в копан забетонирован абсолютно все равно и до ближайшего соответственно строение 5 метров в принципе требования абсолютно элементарные можно соблюсти на любом дачном участке вот собственно организовывать это место и жарить на здоровье никто не запретит и опять же еще какой момент почему-то вот не знаю у населения такое мнение есть что мы прям вот рубим палки на шашлычниках что вот мы специально ходим этих несчастных шашлычниках страху штрафуем нет как показывает статистика наша вот именно от шашлыков от мангалов возникает достаточно небольшое количество пожар самая страшная причина всех вот этих наших замечательных пожаров которые возникают последние годы в основном весной и осенью это сжигание порубочных остатков сжигания травы на собственных участках вот это самое страшное вот эти граждане будут наказаны абсолютно жестко без всякого сомнения вот именно на них собственно работают квадрокоптеры выезжают оперативные группы потому что вот костер заведенный не в том месте это враг номер один особенно осенью а можно ли жарить шашлык на пляже де юра запрещено потому что по постановлению правительства воронежской области соответственно запрещено разведение открытого огня на городских муниципальных территориях соответственно пляже ходит в их число